Снежно в серебре, летом полутам светистым. Благодаря этой девушке сегодня в Сыктывкаре гости международного уровня. Именно Анастасия Васильева, студентка Сыктывкарского госуниверситета, стала победительницей конкурса «Мисс Студенчество Финно-Угрей» в прошлом году. И теперь конкурс приехал в столицу Коми. Участниц семь, каждая со своими талантами, знанием национального языка и, конечно, стремлением к победе. Вообще, конечно, это здорово, что не пропадает интерес у наших молодых людей к традициям своего народа. И они интересуются, они обмениваются, они заинтересованы в этом. Они развиваются и поддерживают культуру своих предков. В роли экспертов, оценивающих девушек, выступят деятели культуры и представители Коми-землячества. Участниц ждет несколько испытаний. Видеовизитка, дефиле в этнокостюме и вечернем наряде. Творческое и интеллектуальное испытание. А еще представление национальных игр финно-угорских народов. Все очень дружелюбные. Я считаю, что это говорит о том, что наш финно-угорский мир достаточно сплочен. Это очень радует, что именно сейчас молодежь это активно поддерживает. Можно сказать, это в тренде. Но мне кажется, у нас очень хорошие с ними отношения. И каждую из участниц, я вижу, очень уверена в себе. Видно, что они подготовлены. Но я не сдаю позиции. Каждой есть чем похвастать. Пение, танцы, игра на уникальных музыкальных инструментах. Гостья из Ханты-Мансийска еще и рукодельница. Национальный костюм на сегодняшнюю встречу шила сама при поддержке мамы. Даже украшения и платок – дело рук самой девушки. Нарядов, к слову, участницы привезли немало. Гостья из Мордовии признается, костюмы их народа самые громкие. Не зря говорят. Сначала мордовку слышно, а потом видно. Наш костюм чаще всего состоит из таких частей, очень громких. Мы звеним. У нас, допустим, разные колокольчики, иногда монетки. А у нашей республики шансы на победу двойные. Представлять коми будут сразу две девушки из Сыктывкарского университета и Академии госслужбы. Александра Нагиева перед гостями конференции красуется в сыцельском платье. На конкурсе удивлять будет уже другими нарядами. Самый любимый у меня усталемский, так как он очень колоритный, там очень много ярких красок. Поэтому, скорее всего, мне нравится из-за этого усталемский костюм. Чтобы я смогла выступить достойно, не подвела свою команду, не подвела свой университет, больше всего этого боюсь, чем людей и вообще самой сцены большой. И все же это событие отличается от типичного конкурса красоты. Главная задача – сохранить и популяризировать традиции финно-угорских народов. Знание языка и культуры здесь учитывается в первую очередь. Впрочем, и в истинной красоте конкурсантов сегодня никто не сомневается.